приехала big fashion outlet ярко давно собиралась приехать в этот аутлет 40 минут ехала на автобусе от хайфа это самый большой аутлет во всем израиле считается что здесь самые низкие цены и люди со всей страны сюда приезжают за покупками когда ехала в автобусе видела множество магазинчиков не доезжая до этого здания и огромный но просто огромный торговый центр для детей обязательно туда зайду когда приеду следующий раз так интересно такого торгового центра для детей таких масштабах я еще не видел магазинчики мне очень понравились магазинов здесь очень много больше 40 естественно во все я зайти не успела цены конечно просто смешные в одном из роликов я вам рассказывала про другой аутлет и я думала что там хорошие цены очень низкие но здесь цены меня вообще удивили и поразили то что я покупала в том аутлете в три раза дешевле стоит в этом а еще мне понравилось что довольно чисто во всех магазинах все висит на своих местах нигде ничего не разбросано ну немножко есть но не без этого в основном полный порядок все висит на вешалках все сложено примерочных тоже нормально все девочки не уставшие и незамученные продавцы очень приветливые но здесь в израиле вообще все приветливые во всех магазинах продавцы всегда улыбаются и подскажут тебе все что нужно даже если ты не говоришь на иврите все равно тебя поймут и найдут человека который сможет сможет перевести в общем очень приветливые и улыбчивые конечно как и во всех аутлетах нужно немножко было поискать то что тебя интересует одежды очень много нужно было во всем этом количестве одежды найти то что тебе нужно людей было немного ну потому что наверное будет будний день выходные туда точно приезжает большое количество народа со всего израиля за покупками для взрослых и детей увидела комбинезоны по такой приятной цене замиранием сердца подошла и слава богу не оказалось моего размера я ездила с подругой и мы долго смеялись по этому поводу подруга сказала ну надо же шопоголик радуется что нет размер я действительно порадовалась потому что комбинезон уже у меня есть и не один я вообще их никогда не носила а теперь решилась и мне это очень понравилось для мужчин одежды было множество но я ездила без мужа и поэтому мало что смотрела мужской одежды мужчины любят все примерить посмотреть чтобы на них все идеально сидела поэтому без подарков конечно он у меня не остался вот магазине ананас я еще не была зашла впервые и очень мне понравились одежда здесь хорошего качества немножко дороже чем везде и очень мне понравились платья посмотрите какие красивые платья на сент-друзья здравствуйте мои дорогие девочки ну вот я вернулась за утлета ярко ну как вы понимаете без покупок я не ушла потратила целый день на эту поездку но давно мне хотелось туда съездить я много наслышана про этот аутлет говорят что там самые дешевые цены во всей стране целый день ушел у меня на покупки ну и понимаете это большое удовольствие для нас для девочек до самого вечера я находилась в этом аутлете что купила показываю купила вот такой жилет в первом же магазине как только зашла в торговый центр магазинчик название я не запомнила друзья но я вам покажу логотип и может быть девочки которые знают этот магазин поедут и купят себе такой жилет в общем жилет выполнен из хлопка хорошего такого цвета но последнее время меня почему-то потянуло на такие оттенки вываренного хаки понимаете уже нужно наверное остановиться потому что таких оттенков моем гардеробе уже много цвет в стиле милитари с завязочками внизу вот кстати логотип магазина вот так это выглядит не могу знать этот магазин если правильно скажу название аристо шмат может быть так а может быть и нет не смейтесь девочки но кто в израиле живет тот точно знает как называется этот магазин в общем магазинчик маленький но там были очень интересные вещи такие знаете авангардные висячие эти штанишки свисающие друски которые все так критикуют и множество всевозможных таких с разными концами туники в общем такие рубашки асимметричные в общем магазинчик понравился маленький но очень такой креативный вот в общем вот такой вот жилет думаю что он хорошо впишется в лучок который вы сегодня увидите конечно мне было немножко сложно составить лучок потому что длина этого жилета на мой взгляд длинновато ну на ваш суд выношу посмотрите что из этого всего получилось ну и это еще не все вы же знаете друзья в аутлете манго я купила себе юбку тоже очень хорошего состава стопроцентный хлопок написано юбка трехъярусная такая как мы любим мы это я имею ввиду нас девочек которые любят носить бога но при всей моей любви к бога эта юбка мне показалась очень широкой к низу какая-то ну сильно я такая в общем бесформенная в этой юбке на мой взгляд оказалась и поэтому я подошла креативно к этому вопросу как обычно я когда-то в каком-то ролике вам уже говорила об этом я вставила вниз нижнюю подшивку резиночку и резиночка я думаю решила эту проблему не нужно ее сильно затягивать немножечко так и и присобрала и получилось все так очень хорошо и замечательно юбка приобрела такой собранный вид тюльпанчика как я вам говорила уже об этом вот что касается цены юбка вот здесь вот я записала юбка стоила 97 долларов изначально а купила ее я ее за 33 доллара что касается жилета 145 долларов была цена изначально и купила я за 39 но понимаете друзья какая разница вот такой вот вот такие вот получились покупочки это не все еще покупочки друзья если вы думаете что это все то вы ошибаетесь это просто я собрала уже лучок с этой юбкой с этим жилетиком поэтому хочу чтобы это все увидели посмотрели и естественно написали свое мнение на эту тему но давайте наверно не буду вас долго томить сразу покажу а потом буду показывать что я купила еще давайте смотреть друзья видеть себя в зеркале и видеть себя в ролике это как говорят в одессе две большие разницы вот сейчас глядя на свой образ мне кажется что к этому жилету больше подошли бы брюки юбка наверное была ошибка жилет смотрится на мой взгляд на мой взгляд громоздко может быть брюки исправили бы ситуацию но мы здесь друзья учимся экспериментируем мы не профессионалы вы учитесь у меня а я у вас поэтому нам позволено ошибаться я добавила платочек такого же цвета на шею как любка чтобы соединить вместе этот цвет ну что девочки вы посмотрели на этот лучок надеюсь он вам понравился конечно с этим жилетом можно еще много всего придумать но это очень сложно для меня потому что у нас еще очень жарко сегодня 29 градусов тепла и в этом жилете и вслед следующий лучок я вам тоже буду показывать в котором было очень жарко но я не могу стоять и просто не могла устоять чтобы не показать вам вы мне пишите друзья вот совсем недавно женщина писала скажи покажите наконец в плащах какой-нибудь образ в стиле бога но вы знаете девочки плащ моем понимании не вписывается в бог а вот честное слово единственное что я могу если бы у меня был плащ что я могла бы с ним сделать если он был не классический тренч например с погончиками наверху а просто обычный какой-нибудь плащ с реглан рукавом например то я могла бы его подрезать и добавить к нему там бога юбку там шарф шляпу и там на высокой шнуровке ботинки и там еще что-нибудь в общем поэтому люди которые спрашивают что можно сделать с плащом честно я я не могу этого знать потому что я считаю что плащ если вы поносили и хотите перейти на бога то нужно с ним просто смело взять и расстаться не жалейте он совсем из другой песни этот плащ поэтому бога его писать будет очень трудно и вы же не должны выглядеть бога это не про смешное не про городскую сумасшедшую это прости и про уникальный творческий свободный эксклюзивные это прости это про благородство поэтому не нужно совсем не нужно на себя извините девочки пялить все что угодно но продолжаем следующая моя покупочка это платье вы наверное уже догадались когда я вам показывала outlet вот она то самое платье которое вы увидели я не могла устоять друзья платье настолько меня влюбила в себя что я просто не смогла с ним расстаться платье имеет очень хороший я его держу возле себя она даже пахнет хорошо она пахнет травой она пахнет самой настоящей травой да это правда я когда его стала мерить я еще не смотрела состав я сразу поняла что она натуральная здесь 50 процентов хлопка платье турецкая и 50 процентов полиамид по моему и любой поле полиамид поэтому оно такое очень приятное к телу ровненькая прямое длинная и имеет интересную расцветку в общем я не устояла друзья купила но сначала скажу цену а потом скажу про но значит так платье стоило 150 долларов а купила его за 26 вот такая вот хорошая разница но вы же видели я вам показывала девочки какие там просто смешные цены я еще много всего купила по смешным ценам но это не сегодня не ни в одном ролике потому что мне все таки нравится показывать вам если я показала вещь что с этой вещью я сразу собираю какой-то образ чтобы вы увидели эту вещь они они так что есть у меня юбка которую я вам показала с h&m стиле боха и с ней я не собрала лучок потому что она вписывается только в теплую одежду а сейчас у нас жара и я не могу показать поэтому я решила для себя что буду показывать вам именно те образы то есть покупочка и образ но также интереснее девочки что касается платье вот платье можно было бы надеть просто так и в нем ходить добавить сюда например шарфик в каком-нибудь цвете подходящим скрутить жгутом как я люблю или например украшение повесить взять сумочку тоже допустим подходящую по цвету и было бы все просто красиво элегантно и в общем скучно но вы же знаете девочки мне надо чтобы было это не просто красиво а еще и весело я веселый человек по жизни я всегда улыбаюсь вам но не потому что я с вами общаюсь и хочу вас вас развеселить и это тоже конечно друзья потому что мой канал развлекательный я хочу поднять вас вас неугасимый дух оптимизма чтобы неугасимая любовь к жизни присутствовала вас поэтому я с вами так весело веду канал а вообще по жизни я тоже очень веселый человек и очень много смеюсь ну когда смешно конечно так вот что я добавила к этому платью девочки чтобы не было скучно помните в одном из роликов буквально там пару роликов назад я показывала жилет из искусственной замши и обещала вам что обязательно пошью из в другом цвете еще какой-нибудь жилет и я его друзья пошила я всегда держу слово которое даю и вуаля вот он девочки вот такой вот жилет или хитон я не знаю как это назвать давайте наверное назовем его жилет ну вот такой вот необычный жилет смотрите вот такого два вот таких полотна прямых и сбоку вот такие вот как это назвать соединительные полосочки широкие и с капюшончиком вот так он выглядит сзади ничего особенного здесь нет я специально вот некоторые девочки мне писали что вот можно было бы карман это все но я показываю для людей которые практически не умеют шить которые шьют вообще-то как я я не профессионал и поэтому я шью все что-нибудь простое и выигрываю за счет цвета я делаю яркого цвета или подбираю аксессуары яркого цвета чтобы скрыть эту простоту и к этой простоте ведь всегда можно добавить аксессуары например сумку с каким-то съемным ремнем или например украшения повесить а если мы с вами здесь наворочим там здесь внизу можно конечно да понятно а если мы здесь на делаем какие-то там клапаны карманы накладные или что-то еще то это ограничит в нас в том чтобы добавить сюда аксессуары поэтому друзья этот вот жилет будет надеваться на это платье вот таким образом я решила украсить это платье и сейчас девочки вы это увидите на мой взгляд получился очень очень свежий интересный необычный яркий креативный лучок и главное веселый на улице вы точно не останетесь без внимания прохожие будут оглядываться вам вслед и еще друзья я хочу сказать когда вы хотите вот некоторые девочки мне писали что-то там я надеваю на себя не по возрасту слушайте друзья не по возрасту ну я уже говорила стилисты объявили что сейчас нет возрастной моды но друзья не по возрасту это когда вы излишне оголяетесь это когда вы делаете на возрастное лицо боевую раскраску вот это я считаю не по возрасту не по возрасту а если вы Вы сочетаете молодежные вещи, молодежные, я имею ввиду современные вещи, современные. Не винтажный какой-то пиджак из секонд-хенда. Его нужно уметь стилизовать так, чтобы он выглядел современно. Это большое искусство винтажную одежду и современную стилизовать. Но вы, если вы надеваете на себя одежду современную, то вы должны ее так надеть на себя, чтобы молодые на вас смотрели и подумали, ну бабка дает, молодец. Вот так должно быть. Снова вас развеселило. Ну ладно, друзья, сейчас мы будем смотреть мой новый лучок. А с вами я, друзья, прощаюсь. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Я буду вас ждать в следующем ролике с радостью и любовью. Смотрите, друзья, как эффектно этот жилет смотрится на моем новом платье. К этому образу я добавила белые кроссовки. Думаю, что они сюда отлично подошли. Имея такой простой жилет в гардеробе, вы спасете множество своих платьев и он станет просто изюминкой в вашем гардеробе. Он шьется очень просто, друзья, и обязательно нужно попробовать его сшить. Имея несколько жилетов в своем шкафу, вы будете иметь свой уникальный неповторимый стиль.